Дорогие дамы и господа, я приветствую вас и мы продолжаем с вами изучение королевских фамилий Европы. Сегодня в фокусе внимания императрица Австрии Елизавета. Во многом этот образ императрицы Си-Си, как она вошла в историю под своим домашним именем, создан благодаря многочисленным экранизациям, в том числе со знаменитой Роми Шнайдера, которая играла императрицу Елизавету Австрийскую, и многомиллионная публика не знала вот тех внутренних подробностей жизни, о которых следует сказать, потому что наша героиня на самом деле очень несчастная женщина. И она сделала свою жизнь во многом иллюстрацией настоящего какого-то драматического романа. Вот кто была эта настоящая Елизавета Австрийская? Какие проблемы были глубоко в ее душе спрятаны? Что не давало ей покоя? Почему она была несчастна при таком любящем ее муже, кайзере Франции Йозефе? Вот обо всем этом и о многом другом сегодня мы, конечно же, поговорим, и не только. Итак, обо всем по порядку. Вапер, разберемся с происхождением нашей героини. Елизавета Австрийская, она не принцесса баварская, как очень многие могут себе представлять по различным материалам. Прежде всего, необходимо сказать о том, и, кстати, моя лекция была посвящена баварской истории династии Виттельсбахов, я подробно об этом не буду уже говорить, но, тем не менее, упоминаю о событии, которые имеют очень большое значение для Баварии. Это 1806 год, когда король Максимилиан Йозеф, он стал именно королем. Герц, бывший курферст Баварии, он становится королем этой страны, провозглашает этот высокий статус, и все его потомки носят титул принцев и принцесс фон Байерн. А вот представители младшей линии династии Виттельсбахов, они как раз-таки, поскольку не являются потомками именно этого первого короля, для них он придумал совершенно иную титулатуру герцогов и герцогинь баварских. И в германском варианте это звучит как «херцог» или «херцогин ин Байерн». То есть вот такая принципиальная разница, чтобы понять на самом-то деле, кто кому относится в этом баварском королевском доме. И поэтому эта младшая линия, она не имела такой высокий статус. Наша героиня таким образом является урожденной «херцогинь», то есть герцогиня баварская, «херцогин ин Байерн», и она принадлежала к этой младшей биркенфельдской линии дома Виттельсбахов. Родоначальником этой фамилии является Йохан Карл, герцог фон Пфальц-Биркенфельд-Гильдхаузен. Он жил с 1638 по 1704 год, то есть таким образом мы с вами уже делаем вывод, что вот эта младшая линия, которая принадлежала нашей героине, она отделилась от вот этой более старшей, которая потом впоследствии становится королевской, еще аж 100 лет тому назад. То есть прошло порядка 4-5 поколений. До того момента, когда уже рождается непосредственно ее отец. А отец весьма примечательный. Кстати, хочу сразу обратить ваше внимание на серию материалов, связанных с императрицей Сиси. Если вас эта тема действительно очень глубоко интересует, то я вам рекомендую в обязательном порядке ознакомиться с христоматийной биографией императрицы Елизаветы Австрийской, которая написана немецким автором Эгоном Цезарем Конте-Куортии. Это замечательный 600-страничный труд, посвященный всем подробностям жизни нашей героини и в достаточной степени раскрывающий проблематику личности этого человека Елизаветы Австрийской. И также есть очень большое количество материалов, посвященных Елизавете Австрийской на языке немецком. В частности, вот одна из последних книг, которая вышла автора Христиана Шеппа, это София Шарлотта, Сиси с Лайденшафтлихи Швестер. То есть, вот особенности этой сестры, значит, императрицы Сиси. И там также описывается многое, что интересного из взаимоотношений именно императрицы Елизаветы с ее уже братьями и сестрами, в частности, с принцессой Софией, которая была невестой короля Людвига II Баварского некоторое время. И также существует, еще раз подчеркну, достаточно большое количество исследований, посвященных именно историческим фактам, связанным с жизнью Елизаветы Австрийской. Но для нас, опять-таки же, будет больше всего интересовать эти факты в том контексте, чтобы нам было более всего понятно, что это за личность, вот что это за человек, чем она жила и какие у нее, вот именно личностные особенности были у нашей героини Елизаветы Австрийской. И во многом вот эти свои особенности она унаследовала от своего отца. Итак, отец нашей героини — это Макс, герцог Инн Баэрн. Он жил с 1808 по 1888 годы. Это был человек очень неординарный. И сразу ваше обращаю большое внимание на это. Потому что Франц, герцог Бавар... Макс, герцог Баварский, он был человеком в каком отношении примечательным? Он никогда не любил какого-то оседлого образа жизни. Он много путешествовал, он ездил, он хотел познать мир и увидеть его во всем великолепии. Значит, он совершил ряд путешествий. В частности, он ездил в очень экзотические маршруты. Вот именно для того времени, для первой половины XIX века, для лица его статуса, тем более он ездил в Иерусалим, был в Греции, посетил остров Корфу, посетил Венецию, посетил Каир, был в Египте. И также путешествие по Ближнему Востоку даже завершилось тем, что он приобрел несколько чернокожих мальчиков, которые были в рабстве. Он их выкупил, привез в Баварию, к всеобщему удивлению. Тогда баварцы впервые увидели чернокожих мальчиков. И ходили смотреть просто на это. Это было по-настоящему такой некий аттракцион. Так вот, они были крещены в Баварии, стали католиками, и дальше уже потом, впоследствии, жили в Баварии. То есть, это был человек с определенными экстравагантными особенностями. И надо сказать, что был человек, который был очень талантливый. Он любил рисовать, сочинял стихи, сочинял драмы. В частности, одна из его драм была посвящена Лукреции Борджио. То есть, вот такой исторический определенный подтекст. Его очень увлекало не только историческое прошлое, но и география. Вот, собственно, поэтому он так много и путешествовал. Также он очень хорошо знал иностранные языки и был человеком, одаренным вот в плане творчества. Вот, чтобы мы с вами понимали, вот это вот все во многом будет передано им непосредственно его детям. И вот в том числе для его дочери императрицы Елизаветы. Потому что он в те немногие на самом деле часы, когда занимался со своими детьми, вообще надо отметить, что Франц, что Макс, герцог Баварский, он не очень любил заниматься своими детьми. Он в большей степени проводил время в так, как он этого хотел. Это не было связано именно с каким-то семейным во многом очагом. И вот он рассказывал как раз таки всем своим детям вот эти все нюансы своих путешествий, в том числе по экзотическим странам. То есть у детей, в том числе и у молодой Елизаветы, у нее вот этот интерес уже тогда в детстве рождался к странствиям, к чему-то новому, экзотичному, к поэзии, к литературе, к искусству. И потом, конечно, обращаю ваше внимание на то, что в то время все-таки сама вот эта история была такова, сама культура была такова, что, конечно, очень сильными были ориентиры, связанные с немецким романтизмом. И поэтому, конечно же, культура Древней Греции, Древнего Рима, она тогда особенно была в почуте. Не случайно, вот, собственно, на моей есть лекции, посвященная королю Людвигу Первому Баварскому, о многом также вам расскажет, если вам интересно узнать, как монархические представители тогдашних немецких государств действительно увлекались вот всем связанным с древнегреческим искусством. И, собственно, что еще также необходимо отметить, значит, это отец нашей героини, а вот мать нашей героини, здесь очень интересная ситуация, значит, ее звали Людовика Баварска. Да, кстати, забыл сказать одну очень важную вещь. Значит, отец нашей героини, Макс, герцог Баварский, он был тем человеком, который также очень хорошо был одарен в музыкальном отношении, и он играл на музыкальном инструменте национальном баварском под названием цитра. И вот, собственно, благодаря тому, что он этот инструмент культивировал, впоследствии цитра становится фактически национальным достоянием Баварии и одним из самых узнаваемых музыкальных таких вот, что ли, символов этой земли. Причем Макс, герцог Баварский, он вообще был очень близок к простому народу. Вот это тоже очень важный аспект, который нам важно учитывать, говоря о нашей героине. Он был чрезвычайно открытым человеком. Он общался с простыми людьми. Вот он ходил по пивным баварским и общался с простыми людьми, слушал ту же самую цитру, играл на этой цитре. Людям самого разного статуса. То есть в этом отношении вот эта любовь к абсолютно какой-то не жизни клишированной, не связанной с протоколом, она в данном случае будет во многом с самого детства близка Елизавете Австрийской, вот нашей героине, чтобы мы с вами понимали, откуда у нее эта нелюбовь потом последствий к официальным обязанностям при Венском дворе уже появится. Значит, мать нашей героини, Людовика Баварской, она также происходит из Баварской династии. Но что интересно, она происходит как раз-таки из королевской линии Баварской династии. Людовика принцесса фон Баарн, то есть она является именно представительницей королевской фамилии Бавары, она родилась в 1808 году, а скончалась в 1892 году, то есть прожила очень большую жизнь для своего времени, и она была одной из дочерей младшей короля первого Баварского Максимляна первого Юзефа от его второго брака с принцессой Фредерикой Боденской. Причем Фредерика Боденская она была ни много ни мало родная сестра русской императрицы Елизаветы Алексеевны, жены Александра Первого. То есть вот таким образом династические связи между Романовыми и Вительсбахами были установлены. При этом Людовика Баварская, она отличалась тем, что во-первых, сама была дамой также одаренная, она любила и музыкальные инструменты, она любила сочинять стихи. И вот, кстати, этот аспект тоже мы должны подчеркивать, то есть и отец Елизаветы, и ее мать, они были не то, что не чужды литературному таланту, они были очень талантливыми в этом отношении, людьми, то есть они писали стихи, они увлекались именно таким, вот это был некий такой культурный досуг. Но для Людовики Баварской брат, брак с Максом, герцогом Баварским, не был особенно радужной перспективой. Дело все в том, что она вышла замуж за вот этого младшего представителя династии, хотя и царствующий, но тем не менее не очень состоятельным в плане финансов. И, конечно, для нее вот самой главной задачей потом последствий всей жизни станет, чтобы все дети, которых она родила, а их 10 детей, при этом большее количество это девочки, дочери, чтобы они все удачно вышли замуж. И вот для нее это была самая главная цель, то есть вот пристроить своих дочерей за наиболее титулованных представителей европейских царствующих династий. Елизавета таким образом с самого детства растет в очень большой семье, растет в Поссенхофене на Штарнбернском озере. Это замок, который был куплен, если быть точнее, даже он был вначале не как замок, а как некий такой небольшой домик, куплен отцом Елизаветы, потом впоследствии он его уже построил как замок, и там проводит она свое детство в окружении непосредственно самых простых людей, и причем это была такая обычная сельская жизнь. Хотя, надо сказать, что Елизавета, она же ведь изначально родилась в самом центре Баварии, в столице, в Мюнхене, на Людвигсстрассе, где тогда также был построен новый дворец для Макса, герцога баварского, по его просьбе, известным архитектором Лео фон Кленце, это, конечно, выдающийся абсолютно баварский архитектор, который фактически выстроил весь тот Мюнхен, который мы сегодня видим, все эти исторические достопримечательности, это его творение, он был архитектором короля Людвига Первого Баварского, который был сводным братом для матери нашей героини. Так вот, Елизавета родилась, если быть точнее, в 22-45, то есть фактически в канун Рождества, под самое Рождество, 24 декабря 1837 года, и в этом отношении это уже является определенным таким знаком, потому что вот для людей, живущих тогда, все-таки людей религиозных, тем более католического склада, это, конечно, считалось определенным предзнаменовением, таким очень важным, значит, какая-то особенная судьба в жизни такого ребенка была предназначена. Так вот, Елизавета родилась в этом дворце, но в дальнейшем жизнь она проводит именно в постсенхофене, в окружении совершенно обычной вот такой вот сельской жизни, то есть она очень наблюдательно растет, ей было очень интересно всегда видеть и смотреть, из чего состоит этот мир, то есть куры, овцы, козы, коровы и так далее, вот это вот все, чтобы мы с вами понимали, это было окружение будущей австрийской императрицы. Хотя, надо сказать, что, конечно же, еще есть такой очень интересный аспект, при рождении у нее был виден молочный зуб, и считалось тогда, что это также является очень хорошим предзнаменовением для уже ее будущего. Через два дня, уже после ее рождения, 26 декабря 1837 года, состоялись ее крестины в Мюнхене, и крестными ее матерями стали ее тетки. Наследная принцесса Елизавета Прусская, также наследная принцесса Амалия Саксонская, они все рожденные баварские принцессы, и также кузина их принцесса Елизавета фон Гогенсолерн Хехенген, которая держала девочку над купелью для крещения. Елизавета всего имела несколько дней от роду, когда ее отец отправился в многомесячное путешествие на восток. Вот, собственно, поэтому, исходя из такого крещения, она и получила полное свое имя Елизавета Амалия Евгения, то есть в честь ее крестных матерей. Елизавета выросла со своими подрастающими братьями и сестрами как и в Мюнхене, так и на озере Штарнберг, вот в этом самом замке Посенхофен, где это, собственно, жизнь семьи герцога Макса Баварского проистекала с 1834 года, то есть с момента покупки этого замка, а родители поженились в 1828 году, то есть Елизавета, она была не первым ребенком, до этого уже несколько детей родилось, вот в частности, значит, родился старший ребенок в семье, это принц, если быть точнее по статусу, он герцог, Людвиг Вильгельм Херцог Инбайрон, он 1831 года рождения, и потом уже после него родится второй ребенок, это дочь Хелены, Херцогинь Инбайрон в 1834 году, также имеющий очень большое значение для нашей истории, потом в 1839 году, уже после Елизаветы, родился ее любимый брат, Карл Теодор Херцогинь Байрон, потом впоследствии станет очень выдающимся, надо сказать, человеком, в каком отношении, он врач-офтальмолог, то есть, чтобы вот мы с вами тоже понимали, какие талантливые люди в семье Елизаветы Австрийской родились, хотя надо сказать, что все ее братья и сестры были людьми весьма непростыми по своему складу, с ними связаны были и определенные скандалы, в частности, сестра нашей героини, вышедшая впоследствии за короля обеих Сицилий, она будет известна тем, что вот любила принимать, значит, она принимала водные процедуры, будучи на море, обнаженной, то есть, это, конечно, для статуса королевы обеих Сицилий на тот момент очень большая дерзость во всех отношениях, но это я говорю к тому, чтобы мы с вами уже сделали здесь вывод, что дети у герцогини Людовики и герцога Макса, они все были достаточно непростыми, людьми одаренными, очень такими эксцентричными, эмоциональными, и вот здесь мы должны задуматься, а почему так происходит, ведь вот это все является следствием определенной генетики. Мы с вами уже рассмотрели в предшествующих лекциях фигуры короля Людвига Второго Баварского, который, кстати, с нашей героиней был очень близок и находился в самых таких тесных дружеских и родственных взаимоотношениях. И также его брат Людвига Второго Отто, король Баварии, который был вообще душевнобольным человеком, также была принцесса Александра Баварская, это дочь короля Людвига Первой, получается, это двоюродная сестра Елизаветы по линии матери, вот она также страдала душевными заболеваниями. То есть в этом смысле мы можем уже в определенном отношении говорить, что есть вот эта некая наследственность в семье Баварских Виттельсбахов, которая предопределяла вот эти экстравагантные особенности и, будем говорить так мягко, в достаточной степени неординарное поведение многих представителей этой фамилии. Но, тем не менее, вернемся пока к детству. В детстве все хорошо и достаточно тепло происходят взаимоотношения между Елизаветой и ее братьями и сестрами. Она, значит, кстати, надо отметить, что в биографии герцогини Людовики, то есть ее матери, немецкий историк Кристиан Зеп выявляет следующее обстоятельство, что отец как раз таки Елизавета и герцог Макс, он редко проводил время с семьей и мало интересовался своими детьми. Еще современники заметили, и вот это в буквальном смысле, то, что пишет историк Зеп. Герцогиня почти всегда занималась детьми, будучи в одиночестве. И также, говорят, она была достаточно беспокойной и могла сидеть неподвижно только короткое время. И в рамках какой-то определенной особенности жизни тогда Людовике было то, что она любила рисование, сочиняла стихи и также любила верховую езду. И вот, кстати говоря, вот за этим всем наблюдают дети, в том числе и нашей героине. Вот она смотрит, как ее мать, также, значит, как и отец, предпочитает верховую езду, рисование, сочиняет стихи. И это она все впитывает. Это то, что потом впоследствии станет тоже частью ее жизни. Елизавета воспитывалась со своей сестрой, старшей Хелены, которая была всего лишь на три с половиной года ее старше, именно совместно, потому что они были старшие дети, старшие девочки, и для них герцогиня Людовика назначила англичанку по имени Мэри Ньюболт, это гувернантка, которая присматривала за ними в течение четырех лет. И что интересно, потом сестры использовали английский язык в качестве своего тайного языка до конца своей жизни. Не так все хорошо в семье баварских герцогов знали английский язык, а вот они знали. Потом сестры использовали, да, и надо отметить, что когда Мэри Ньюболт оставила службу из-за своего замужества в 1846 году, герцогиня Людовика решила, что старших дочерей должны воспитывать отдельно две гувернантки. При этом заметив, что старшая Элен доминирует над уже нежной и доброй Элизабет, и тем самым она уже в дальнейшем для Луизи фон Вульфен, это еще одна гувернантка, доверила воспитание, как раз таки для того, чтобы она, так скажем, пропорционально следила за тем, чтобы вот именно две дочери, они в пропорциональном отношении, по отношению друг к другу вот именно были близки и не было определенного какого-то вот этого самого доминирования, то есть такая педагогическая задача тогда стояла над вот этой Луизой фон Вульфен. У Элизабет были хорошие отношения с братьями и сестрами, которые, однако, охладились течением уже жизни. В частности, она ссорилась со своей сестрой Марией, когда услышала, что-то распространяла слухи о определенных каких-то тайных, значит, любовных интересах Елизаветы, то есть в этом смысле мы уже с вами можем констатировать то, что потом последствия все-таки в семейном именно отношении, в контексте взаимоотношения с ее сестрами и братьями Елизавета, она была очень одиноким человеком, мало с кем она даже из своих родных людей будет в действительно настоящей близости. Так вот, именно со своим только единственным братом, близким, таким Карлом Теодором, она по-настоящему дружила, очень его уважала, это были по-настоящему теплые отношения, и причем его в семье называли Гакль, а вот сестру Хелене называли Нене. Это, конечно, определенное французское влияние, потому что их обучали французскому языку детей, и вот такие домашние имена, они, конечно, были вполне уместны, они практиковались, вот именно поэтому Елизавета, она и войдет в историю как Сиси. Вот Сиси, это как раз-таки ее домашнее имя, тоже данное ей, исходя из этого французского влияния. В 1856 году, в 1853 году происходит очень важное событие для Елизаветы, она тогда знакомится со своим будущим супругом, причем надо отметить, что она на тот момент ведь совсем еще юна, ей нету и 16 лет, вот всего 15-летняя девушка, подросток, она, конечно, уже обладает определенными манерами, хочу, кстати, обратить ваше внимание, что детей с 4-х лет уже учили светским манером, учили обязательно истории, географии, немецкому и французскому языку, то есть, чтобы девочки были подготовлены к будущему замужеству, но надо отметить, что, конечно же, вот тот факт, что Франц-Йозеф как-то изначально был склонен к тому, чтобы жениться на Елизавете Баварской, такого не было. Дело все в том, что вот, собственно, почему возникает определенная такая ситуация, когда и Елизавета, и Франц-Йозеф, они встречаются и начинают уже выстраивать определенные взаимоотношения. Дело все в том, что у Франца-Йозефа был день рождения и по определенной традиции, вот тогда очень большую популярность, стал приобретать курорт Ишель. Это небольшой город, который стал курортом в 1820-х годах, причем, надо сказать, очень живописным. И вот там проводил время со своей матерью, с грицогиней Софией, кайзер Австрии, Франц-Йозеф, он вступил на престол в 1848-м году. И надо сказать, что, собственно, именно в то время впервые он и увидел как раз-таки нашу героиню, свою будущую супругу Елизавету Австрийскую, но на тот момент он был занят прежде всего политическими проблемами, потому что тогда в Австрии вспыхнула революция, и дядя Франца Йозефа, Фердинанд I, был вынужден отречься от престола, а поскольку, поскольку у него не было своих детей, следующим в порядке старшинства династического именно австрийского престола находился эрцгерцог Франц Карл, это отец Франца Йозефа, который был женат на Софии, принцессе как раз-таки Баварской. София Баварская, она является родной сестрой Людовики Баварской, то есть матери Елизаветы. Таким образом, София, принцесса Баварская, она, конечно же, была в большем, в более выгодном положении, она вышла замуж за австрийского эрцгерцога, причем, надо сказать, что София Баварская, она вообще была дама весьма примечательная, если вам интересно узнать более подробнее о ее жизни, я также очень советую это сделать, потому что она была действительно политически амбициозна, она даже понимает то, что ее супруг, следующий в порядке династического престола наследия в Австрии, не сможет управлять страной достойным образом, в силу того, что у нее нет политического таланта, а она очень хорошо как раз-таки разбиралась, у кого он есть, у кого нет, лучше, чтобы правил сын Франс Йозеф, и она будет таким своеобразным неофициальным регентом Австрии при молодом императоре, и тем самым София, конечно же, тем вот и подчеркивала свою политическую значимость. Но вот опять-таки же, вот это определенное соперничество между сестрами, то есть получается, одна сестра София, баварская дочь Максимилиана I, выходит замуж за сына австрийского императора, получает очень высокий статус, живет в Вене, довольствуется великосветской жизнью, к тому же ее, значит, естественно, старший сын Франс Йозеф, он наследник австрийской короны, а Людовика, она живет в этом таком провинциальном, фактически, постсенхофене, она вышла замуж за представителя младшей линии династии Виттельсбахов, она живет с человеком, который вообще фактически отсутствует дома, его нет, он путешествует, он странствует, и, значит, при этом, конечно, у Людовики есть определенное такое желание, хотя бы, если ей не повезло, но чтобы, опять-таки, как я уже сказал, дочерям повезло лучше, поэтому она знакомит, конечно же, своих дочерей с представителями различных царствующих династий, и это не то, чтобы между сестрами рождается определенная идея женить своих детей, вот чтобы мы тоже с вами понимали, есть такая определенная версия, которая об этом и, собственно, это и провозглашает, но тем не менее, вот ряд исследователей, в частности, немецкий историк Габриэля Прошель Вихлер, а также Кристиан Зепп, они изучили очень подробно переписку личной грецогини Людовики, и они пришли к выводу о том, что между сестрами, то есть Людовикой и Софией, не было изначальной договоренности своих детей поженить, и поскольку в Бат-Ишель, в этот город Ишель пригласила разгрецогиня Софии, урожденная баварской принцессы, свою сестру Людовику вместе с дочерьми приехать на праздненство, значит, посвященного на праздненство дня рождения Франца Йозефа, здесь не было какого-то умысла именно познакомить для уже каких-то дальнейших непосредственно семейных возможных матримониальных аспектов. Произошло то, что, видимо, и должно произойти между вполне нормальными людьми. Вспыхнула вот эта абсолютная естественная искренняя влюбленность. То есть абсолютно не было какого-то политического даже аспекта, связанного с возможностью какого-то изначального уже продуманного брака для Франца Йозефа и Елизаветы. Вообще надо отметить следующее, что у Франца Йозефа у него была для матери Франца Йозефа было несколько кандидатур весьма примечательных в династическом отношении, которые должны были составить партию династическую для его для значит уже непосредственно для для статуса жены Франца Йозефа. Вот в качестве кандидатур в его невесты рассматривалась Анна принцесса Прусси внучка Фридриха Вильгельма Третьего это предполагаемая одна из таких возможных жен но поскольку началась война были очень такие противоречивые очень непростые взаимоотношения между Австрией и Пруссией поэтому вот этот брак не смог состояться но была и еще одна невеста это Сидония принцесса саксонская католическая причем принцесса но тем не менее вот опять-таки же брак не состоялся но вот в этом городе Ишель состоялась тем не менее вот эта неожиданная абсолютно встреча когда герцогиня Людовика привозят своих двух старших дочерей Елену и соответственно Сиси Елизавету и молодой Франц Йозеф он увидел там Елизавету молодую и в нее просто влюбляется в эту 16-летнюю девочку и конечно же в нее невозможно было не влюбиться потому что она была красавицей она была настолько теплой нежной у нее был тонкий и очень такой вот проникновенный голос она во всех отношениях была вот такой настоящей какой-то сказочной принцессой красавицей голубоглазой то есть в этом отношении конечно же Франц Йозеф он по-настоящему влюбился в августе 1853 года он празднует в Батышле в Зальцканргуте свой день рождения и вот собственно там встречается с Елизаветой и уже что важно на следующий день на следующий день он узнает у грицогини Людовики то есть у матери Елизаветы хочет ли она выйти за него замуж чтобы вот соответственно грицогиня узнала вот как вот Сиси она готова выйти замуж за императора Австрии конечно же это было событие весьма неоднозначно воспринято самой Людовикой потому что она не предполагала выдать замуж свою столь юную еще дочь за императора Австрии хотя конечно да она хотела чтобы дочь хорошую партию династическую получила но чтобы вот в возрасте 15 лет отдать дочь в брак это же ведь определенная проблема Людовика это понимает чисто с психологической стороны и вот тут уже мы имеем воспоминания письмо к родственнице грицогине Людовике где она пишет что моя дочь она такая юная такая неопытная но я надеюсь что она вынесет свой юный возраст и вот собственно дальше уже герцог Максимилиан Баварский то есть отец Елизаветы он дал дочери достаточно большую приданной он соглашается с этим вот желанием Сиси потому что она также влюбляется Франца Йозефа он молодой высокий красивый привлекательный вообще надо сказать что это самый красивый и сыновей вот как раз таки герцогини арцгерцогини Софии и арцгерцога Франца Карла значит герцог дает приданное в размере 50 тысяч гульденов это очень большая сумма для того времени и также дает одежду и украшения 20 апреля 1854 года Елизавета покидает Мюнхен и отправляется в Штраубинг на Дунае где невеста и ее мать сели на баварский колесный корабль штат Регенсбург и уже отправились в Линс в Верхней Австрии после ночевки путешествие продолжилось по Дунаю в Вену и уже на австрийском это происходило проходе 24 апреля 1854 года архиепископ Йозеф Отмар фон Раушер обвенчал пару в Августинской церкви Вены на глазах у 70 епископов и прилатов и вот здесь чтобы мы с вами понимали состоялось очень важное для Елизаветы посвящение она заканчивает одну страницу одну часть своей жизни то есть ей всего 15 с половиной лет она фактически ребенок-подросток она не имеет никакого понимания о жизни в принципе ни уж тем более о жизни супружеской она невинное дитя при этом очень интересующаяся этой всей жизнью увлеченная она уже пишет стихи и кстати что интересно хочу вам привести одно стихотворение которое написала юная 15-летняя Елизавета вот собственно как раз таки тогда когда она оказывается Вене уже разлученной со своей семьей и для нее начинается ее новая венская жизнь о ласточка дай мне свои крылья и возьми меня с собой в дальние страны как хочется сбросить с себя все оковы но как сладок их тяжелый груз я хотела бы парить вместе с тобой в бездонном голубом небе и возносить хвалу к Богу который называется свобода как бы мне забыть мои страдания мою старую и новую любовь пусть навсегда оставит меня боль и печаль не омрачит мой взор то есть чтоб мы с вами понимали уже тогда Елизавета она становится в общем-то подверженной определенной вот этой самой меланхолии то есть ей не комфортно при венском дворе вот после этой небольшой жизни в посенхофоне в этих фактически сельских таких вот условиях где все близко где все ее знают где она всех знает где нету этой чопорности где нету того лицемерия с которым она конечно же сталкивается при венском дворе то есть она не понимает а кому ей доверять и тем не менее вот эти новые обстоятельства они еще отягощены тем что она не находит какие-то теплые взаимоотношения со своей свекровью потому что Софи хотя она и родная тетка для Елизаветы Австрийской она дама венская она дама высокого статуса она представительница императорской фамилии Габсбергов и конечно же для нее имеет очень большое значение чтобы супруга императора то есть уже императрица она осознавала свой статус что она должна делать а что она не должна делать но при этом Елизавете всего 15 с половиной лет и она уже супруга императора это конечно очень большая психологическая для нее уже тяжелая ситуация и вот да еще и ко всему прочему все-таки мы с вами должны тоже учитывать тот аспект что будучи в таком возрасте она становится заложницей вот этого двора который от нее требует постоянно исполнения протокола причем очень строгого венский двор он славится вот тем что как раз таки жена императора она не может быть самостоятельна вообще фактически ни в каких отношениях она должна быть всегда под присмотром своих фрейлин и так далее весь двор за ней наблюдает хотя надо сказать что Франц Йозеф он же ведь ее любит и носит на руках то есть в этом отношении Елизавета она не является тем человеком который испытывает некую проблему исходя из того что она выходит замуж за нелюбимого человека происходит вообще уникальная я бы сказал ситуация когда вот именно для того времени когда принцесса герцогини вот это баварская царствующей семьи она по любви выходит замуж за кайзера Австро-Венгрии а тот тоже соответственно по любви на ней женится то есть это очень редкий абсолютно такой ситуации ситуация такая происходит и он к тому же ее одаривает постоянным вниманием теплом лаской более того Франц-Йозеф он очень романтически к ней относится еще и в каком отношении вот на том месте где они знакомятся он строит замечательный дворец который впоследствии получает название летней резиденции кайзервилла так называемая в Ишле она строится как раз таки вот на месте этой первой встречи Елизаветы и Франца Йозефа и потом впоследствии императрица Елизавета очень часто будет приезжать на кайзервиллу это было такое любимое место уединения для нее и для самого кайзера Франца Йозефа кстати он там постоянно отмечал свои дни рождения вот такая традиция определенная им была заведена и кстати говоря именно на кайзервилле 28 июля 1914 года он подписал документ об объявлении войны с Сербией и уже соответственно начиналась новая страница в европейской истории Первая мировая война но тем не менее вот эта трагическая страница европейской истории собственно началась с того места где так романтически начиналась вот эта история взаимоотношений между кайзером и его возлюбленной причем надо отметить что потом последствия также в Ишле кайзер Франц Йозеф он построит знаменитый мраморный замок для своей супруги любимой в 1856 году он заложит этот дворец и в 1861 году будет завершен также этот замок ну надо сказать что императрица Елизавета она нигде долго не останавливалась несмотря на большое количество своих дворцов резиденций вот мы также об этом еще поговорим хотя все казалось бы великолепно замечательно любящий муж все хорошо но вот опять-таки же ситуация в большей степени наверное несколько женская она оказывается в положении вынужденной супруги которая должна родить ребенка и причем выполнять свой супружеский долг до того момента пока не родится мальчик и конечно очень сложно представить себе вот эту психологию девочки подростка в 15 с половиной лет которая делит супружеское ложе с ну вот в общем-то уже взрослым 23-летним молодым императором и она ощущает понимает что она ждет ребенка то есть она сама еще ребенок и вот тут тот факт что она ждет ребенка это конечно для нее совершенно новое в жизни при этом она очень чувственна она очень сентиментальна вот я на это обращаю ваше внимание то есть это не тот факт когда ты чопорно исполняешь свои какие-то рутинные обязанности потому что так надо она ко всему подходит очень эмоционально очень сердечно и она вынашивает 9 месяцев своего первого ребенка дочь конечно же думая о том во первых что что вот собственно для нее насколько как это важно это ребенок это первый ребенок в ее жизни что это вообще такое быть матерью каково это быть матерью то есть она ожидает этого ребенка на протяжении всего этого периода 9 месяцев конечно с невероятным упоением эмоций и конечно для нее важно чтобы это был мальчик но в 1855 в 1855 году рождается дочь грицогиня София вот названная в честь матери Франца Йозефа Софии и она рождается конечно в семье любящих родителей ее самого детства окружает очень большая любовь но при этом чтобы мы с вами понимали таковы правила двора детей родившихся у императрицы супруги императора фактически изымают то есть она не может заниматься их воспитанием для этого есть специальный протокол встреч то есть она может видеть своих детей но исключительно в рамках определенного времени в определенные дни а воспитанием занимаются специальные уже гувернеры представители двора это конечно становится очень серьезным психологическим ударом для ССи уже изначально затем в 1800 значит 1855 год это дочь София а в 1856 году она рождает следующую рожает свою дочь эрцгрицогиню Гизелу при этом надо также отметить что рождение детей не сопровождается какой-то особенной вот такой таким желанием самой ССи заниматься этими детьми вот особенно на тот момент когда рождается Гизела еще и потому что она должна была по определению родить сына конечно же но вот рождается дочь то есть она не выполнила определенный груз вот этой и политической тоже ответственности потому что у династии Габсбургов пока еще нету продолжения у императора нету наследника и только в 1858 году вот с третьей попытки а ей всего лишь 1858 год ей 21 год вот представьте себе вот это психологическое состояние молодой совсем еще женщины которая родила двоих детей и в 1858 году рожает своего следующего ребенка сына Рудольфа но также мы должны с вами сказать об обстоятельстве которое будет вообще иметь решающее значение для жизни самой императрицы и для жизни ее в том числе и ее двух детей Гизела и Рудольфа в 1857 году Елизавета предпринимает попытку достаточно себя утвердить в таком хорошем смысле в глазах венгерцев и она для того чтобы выразить определенное почтение и уважение для венгерцев решает не просто ехать сопровождать своего супруга в Венгрию а тогда это часть Австрийской империи еще пока нету Австро-Венгрии но есть Венгрия так вот она берет с собой детей причем она настояла на том чтобы дочери Софии и Гизела ехали вместе с императорской фамилией в Будапешт хотя надо сказать что эрцгерцогиня София мать Франца Йозефа не хотела этого тем не менее Елизавета настояла и вот когда в Будапеште находилась семья у двоих дочерей начиналась поднялась температура в общем-то они простудились заболели инфекционным заболеванием и если Гизела поправилась то вот эта старшая девочка София она скончалась и Елизавета она сама еще ребенок она родила этого ребенка и ей на тот момент всего еще 20 лет и она стоит уже у фактически вот ну представьте себе вот это чудовищная абсолютно какая-то невероятная психологическая для нее личная трагедия когда она вынуждена была закрывать глаза своей собственной новорожденной вот буквально там полуторагодовалой дочери и вот это событие становится на самом деле водоразделом во всей ее последующей жизни она столкнулась впервые с вот этой глубочайшей внутренней депрессией которая потом последствия будет отягощаться на протяжении уже последующих лет и даже приобретать различные более ну вот скажем так тяжелые формы значит она будет себя винить в том что это ее по-настоящему вина она виновата в том что София скончалась и в течение нескольких месяцев она даже не будет появляться на публике это будет абсолютной меланхолии она не захочет ни с кем общаться и причем даже когда она вернулась в Вену эрцогиня София пыталась бы ее как-то успокоить хотя казалось бы она ожидала что она будет на нее очень гневаться но тем не менее это очень мудрая была женщина эрцогиня София в политическом и в жизненном отношении очень властная женщина очень мудрая и она всячески попыталась успокоиться Си но тем не менее вот эта драматическая история она отразилась впоследствии на взаимоотношениях Си с другими детьми которые рождались и кстати говоря медальон с изображением своей умершей дочери Си будет носить на протяжении всей жизни до самого последнего дня и даже те фотографии которые мы можем наблюдать те портретные изображения Елизаветы с детьми когда будут делаться вот так же будет изображаться ее дочь София которая скончалась в 1858 году наконец-таки родился сын долгожданный Рудольф но уже после того как скончалась дочь София то есть даже рождение сына и наследника не исправило положение вот она исполнила она исполнила этот супружеский долг она родила сына причем названа вот в честь таких достаточно имя такое старинное династическое имя династии Габсбургов Рудольф и более она фактически не хочет иметь детей то есть вот она погружается в первый период своей такой очень глубокой внутренней депрессии меланхолии она не уделяет внимания своим детям она говорит грицогене Гизеле и Рудольфу фактически они исчезают из поля ее жизни вообще надо сказать она была очень интересна в том смысле что вот скажем она очень была увлечена собою как она выглядит и мы об этом еще поговорим но тем не менее она не любила например что от детей может как-то неприятно пахнуть потому что дети есть дети есть дети они маленькие они еще не многому приучены ко многому естественно да и вот это это тоже есть вот некий показатель ее отношение к этим двух двум детям которые у нее рождены то есть это это вот это налицо проблема налицо проблема уже серьезная психологическая женщина которая видит во многом вот этих детей живущими сейчас а та-то ее самая любимая первая долгожданная которую она так долго вынашивала впервые в своей жизни так ее любила уже не жива София понимаете вот это конечно же погружает ее в какой-то глубокий экзистенциальный кризис и потом последствия надо сказать что вот рождение четвертого ребенка в 1868 году это произойдет то есть спустя 10 лет 10 лет после того как она родила сына Рудольфа вот здесь уже происходит определенная перемена и она со своей дочерью Марии Валерии младшей она как бы почему еще с ней так была тесна в человеческом отношении потому что она видела определенную вину свою как матери в том что она не в достаточной степени заботилась о своей дочери Гизеле о сыне Рудольфе что она их упустила и только лишь вот с 60-х годов с конца 60-х годов она стала в большей степени уделять внимание своим старшим детям и в частности она даже нарушила строжайший протокол австрийского двора она лично говорила с Францем Йозефом о том чтобы тот смягчил форму воспитания сына Рудольфа потому что мальчики династии Габсбургов они получали уже предварительное военное воспитание это очень строгое воспитание это дисциплина военная это обливание холодной водой а мальчик герцог Рудольф он был очень нежный эмоциональный чувствительный и он во многом это унаследовал от своей матери и вот для детей как раз таки для Гизела и для Рудольфа была очень большая проблема то что на протяжении долгого времени мать она была им чужда то есть вот этой близости не происходит к большому сожалению и чтобы мы с вами понимали вот опять-таки же положение вещей с 1858 по 1860 годы императрица отсутствует при дворе ее нету она уезжает она уезжает она хочет привести в порядок свои нервы она путешествует по Средиземноморью но опять-таки же она же путешествует по Средиземноморью а дети от нее оторваны которым нужно все-таки внимание матери поэтому когда она вернулась какие могут быть уже в дальнейшем вот понимаете ли вот эти тесные формы взаимоотношений с детьми и на протяжении последующей жизни Гизела и Рудольф они со своей матерью были в значительной степени далеки нежели чем вот собственно младшая дочь Мария Валерия которой Сиси дарила свою любовь свое внимание и пыталась сделать все для того чтобы та почувствовала это и кстати она присутствовала на ее свадьбе она очень так заботливо относилась к тому когда Мария Валерия рожала своих детей чтобы ее поддержать всегда приезжала к ней в тот момент когда она рожала детей чего не было когда скажем своих детей рожала эрцгерцогиня Гизела вот значит что касается что касается последующей истории то вот опять таки же 1860 год из-за сильного кашля Елизавета впервые уезжает из под предлогом того что у нее этот кашель начинается она уезжает на остров Мадейро при этом тоже это место становится одним из таких любимых для нее убежищ где она фактически находилась в уединении но при этом общалась там она завела очень такую тесную дружбу с эрцгерцогом Людвигом Сальватором причем надо сказать что это один из тоже очень таких интересных талантливых представителей династии австрийских Габсбургов он был известным исследователем моря географом натуралистом и по очень долгое очень многое время Елизавета и Людвиг Сальватор они общаются вот именно на тему природы на тему того как вот собственно из чего она состоит то есть то что вот этих двух людей очень сблизило и потом последствия именно с эрцгерцогом Людвигом Сальватором она достаточно тесно продолжала общаться это конечно вызывало определенную ревность даже Франца Йозефа так скажем однажды Франц Йозеф хотел чтобы его супруга на его дне рождения была а в этот момент она находилась в гостях на Мадейре в доме эрцгерцога Людвига Сальватора который был один из двоюродных братьев Франца Йозефа то есть в этом смысле он даже ей написал так что вот я надеюсь что Людвиг Сальватор за тобой будет более так скажем бережно заботиться нежели чем я если я тебе чем-то так не угодил то есть вот это определенная проблематика того что Елизавете почему-то ее муж который так ее безумно любил оказался не так уж и мил и это тоже очень большой вопрос понимаете ли вот когда мы говорим скажем о Елизавете Австрийской напрашивается некая параллель с принцессой Дианой и ее взаимоотношениями с принцем Чарльзом потому что иногда я достаточно часто встречал и в исторической литературе некие подобные параллели которые проводят исследователи но тем не менее это светское обозрение вот когда мы с вами начинаем глубоко копать мы понимаем что это совершенно разные ситуации Елизавета Австрийская она была чрезвычайно любима своим мужем она была можно сказать обогрета им как никто другой но к большому сожалению вот почему-то не было в ней этой уже любви к Францу Йозефу она отсутствовала фактически с течением времени становилась некой какой-то рутинностью и вот попытаемся тоже ответить на этот вопрос почему так произошло когда Елизавета вернулась после вот этого двухгодичного отсутствия к Венскому двору она уже превратилась из застенчивой и бледной молодой женщины в более суммууверенную которая уже предъявляла требования к себе и вот именно тогда в то время появляется ее известный портрет созданный Францем Ксавьером Винтерхальтером эта картина написана была в 1865 году которая изображает Елизавету на придворном балу с бриллиантами бриллиантовыми звездами в волосах при этом надо сказать эти бриллиантовые звезды они вошли в историю стали частью этой истории и были подарком для Елизаветы которых она очень этот подарок ценила и при этом надо отметить что она никогда не чувствовала себя комфортно при дворе в Вене и использовала любую возможность чтобы не соблюдать придворный этикет современница княгиня фугер фон Бабенхаузен записала обязанности представительства тяжело тяготили императрицу как и бриллиантовая корона ее голову каждое пышное мероприятие каждое придворное празднество было для нее анафемой в ней всегда было что-то натянутое когда она принимала участие в придворных праздниках императрица все более и более удалялась от общества в том числе и от глаз народа то есть это 1860 годы ей всего 30 лет но при этом она уже не хочет жить при дворе она тяготится вот этими всеми протокольными обязательствами и хочет в большей степени чувствовать себя вот этой самой вольной птицей чайкой ласточкой о которой она писала еще будучи маленькой девочкой во своих стихах с годами Елизавета все чаще отсутствовала а затем она отправилась в достаточно большое количество различных странствований например помимо Европы она путешествовала по Малой Азии в Северной Африке а с 1867 года она особенно часто бывала в Венгрии ездила туда и также на свой любимый остров Корфу и еще также в Великобританию в 1885 году она также побывала в Османской империи чтобы увидеть остатки древней травы обнаруженные Генрихом Шлиманом она также выучила замечательно абсолютно греческий язык у нее были великолепные преподаватели греческого языка это тоже была такая ее очень большая страсть и позднее уже в 1890 году она будет просить своего супруга чтобы тот купил на острове Корфу участок земли для того чтобы выстроить там очень полюбившимся в полюбившемся ей месте в плане конечно эстетики природной дворец этот дворец получил название Ахиллион он был назван в честь греческого героя Ахилла она любила все греческое она была проникнута вот этой определенной особенностью связанной с тем что она открывала для себя мир Древней Греции и вообще вы знаете очень интересно то что когда читаешь и изучаешь историю жизни Людвига Второго Баварского понимаешь что они с Елизаветой австрийской эти двоюродные брата и сестра очень похожи Людвиг Баварский был таким же эксцентричным человеком он начинал строительство какого-то от него дворца вот у него была определенная любовь к чему-то такому она его захватывала в буквальном смысле до конца а у Елизаветы австрийской было то же самое но правда периодами вот у нее был период греческий она очень захотела построить этот Ахелион который стал для нее местом ее уединения на острове Корфу уже под конец ее жизни но спустя определенное количество лет и он ей наскучил и он ей надоел и она уже пишет о том что я хотела бы продать этот дворец то есть понимаете еще один вопрос на который мы должны попытаться ответить это а почему же вот в ней вот это какая-то некая странность эта особенность вот казалось бы у тебя есть любящий муж у тебя есть все для того чтобы быть счастливой тебе дают деньги для строительства дворца твоей мечты потому что ты так полюбила все греческое этот Ахелион он строится тебе разрешают там сделать все то что ты хочешь ты читаешь Хайнриха Хайне его поэзию кстати очень любила Елизавета Хайнриха Хайне и ему ему даже установила памятник в Ахелионе как и Бюст Гомера которого также очень любила но при этом при всем вот как-то завершается определенный период ее интереса к чему-то и она охлаждается понимаете ли вот в этом тоже есть определенная проблематика психологической личности этого человека Елизаветы Австрийской это была чрезвычайно эксцентричная особа это была особа которую очень сложно понять некими методами сегодняшнего дня потому что наука психиатрии она вот на тот момент когда Елизавета Австрийская жила только зарождалась она зарождалась в Германии были конечно выдающиеся ученые на тот момент но ведь она не работала с психоаналитиками она не работала с теми людьми которые могли бы увидеть в ее определенных психологических так скажем сторонах жизни некие возможно фобии причины и так далее вот появление этих фобий помочь ей каким-то образом то есть она оказалась в ситуации не имея с одной стороны какого-то фактически образования то есть у нее было только естественно придворное вот некое такое образование для принцессы того времени абсолютно естественное но при этом она была очень талантливой женщиной она писала стихи она замечательно рисовала она была влюблена в эстетичное прежде всего кстати говоря она была влюблена в саму себя вот мы об этом также сейчас будем говорить но чтобы мы с вами этот момент также учитывали это были поступки в большей степени в эмоциональном отношении человека неуравновешенного Елизавета Австрийская по всей вероятности можно лишь только в некую версию такую высказать что она наследовала это конечно вопрос в большей степени к генетикам к специалистам в контексте именно такого научного порядка она унаследовала от своих предков по линии матери Людовики то что унаследовал и король Людвиг Второй Баварский по линии уже своего отца Максимилиана Второго они были как и Елизавета так и Людвиг потомками короля Максимилиана Первого Йозефа чьи дети ведь тоже были людьми вот Людвиг Первый Баварский тоже очень неординарная личность то есть в этом смысле можно как версию вот высказать такое предположение что вот определенная некая генетическая предрасположенность к этой эгоцентрике к определенным эмоциональным выражением своих чувств было сформировано в семье Виттельсбахов вот именно в этой генетике Максимилиана Первого Йозефа и в дальнейшем уже потомки этого баварского короля они в той или иной степени либо были как-то вот слегка только лишь вот всей этой особенностью поражены либо в большей степени когда это уже выражалось в контексте какого-то даже психологического психического помешательства как в случае с королем Отто Баварским о котором я также рассказывал то есть чтобы мы с вами понимали мы говорим конечно о женщине безусловно очень красивой и замечательной и великолепной но тем не менее она была наследницей вот этой такой я бы сказал весьма сложной и непростой наследственности в семье уже баварских герцогов которая давала о себе знать в том смысле когда было какое-то большое эмоциональное потрясение вот этим большим эмоциональным потрясением в жизни Елизаветы случилась именно как раз таки проблема связанная со смертью ее дочери Софии скажем у Людвига Баварского двоюродного брата Елизаветы с кем она так была близка с кем она проводила большое количество времени на замечательном розовом озере в Штарнбергском озере остров Розен-Инзель у Людвига Баварского была проблема связанная с тем что он в каком-то мужском отношении испытывал вот этот противоестественный интерес и это для него был очень большой психологический очень большой психологический такой надрыв и он мешал ему жизни в жизни и вот в этом смысле вот мы и нащупываем с вами как мне кажется некие такие вот маркеры которые давали уже такой повод для как бы становились этой причиной для появления неких уже таких серьезных больших фобий в жизни людей ну как бы сказать даже может быть особенностей таких будем мягко говорить в жизни людей потомков максимилиана первого йозефа значит которые жили как мы с вами можем вот собственно уже убеждаться достаточно экстравагантным образом при этом надо сказать что франц-йозеф кайзер кайзер австрии он привык привык уже давно к отсутствию своей жены в 1885 году чтобы смягчить одиночество кайзера елизавета предпринимает вообще очень удивительный шаг вот тоже мы должны задуматься как мне кажется над этим потому что она знакомит его сама с катериной шрат это была такая достаточно популярная на тот момент актриса театральная она жила с 1854 по 1940 годы то есть она фактически на 20 лет моложе елизаветы 1885 год ей всего катерине 30 лет это она молода она достаточно вхожа в высшие круги венского общества но она актриса но тем не менее елизавета тем самым она заботясь о своем супруге франце йозефе хочет чтобы рядом с ним в момент ее отсутствия была та женщина которая заменит ему фактически вот это тепло и внимание жены возлюбленной и на протяжении всей последующей жизни вплоть до самой своей смерти в 1916 году то есть 30-летие франц йозеф и госпожа шрат будут в достаточно таких тесных близких взаимоотношениях и елизавету это нисколько не смущает то есть вот опять-таки же мы задаемся вопросом если она на это идет значит она хочет добра своему мужу но почему она не хочет сама быть рядом с ним дело в дворе венском который она так не любит за свою за его чопорность за вот эту вот лицемерность за определенные какие-то понимаете ли значит требования протокольные или так далее либо это есть что-то больше либо у нее есть некая неприязнь уже к нахождению рядом со своим супругом как с мужчиной прежде всего почему-то он стал ей немил хотя что интересно я должен отметить что вот как раз таки эгон цезар конти во своей книге елизавета австрийская он приводит пример совершенно интересные сохранившиеся переписки которая была у елизаветы с фрицем пахером это был такой чиновник одного из министерств в австрии он был младше елизаветы они познакомились на одном из светских маскарадов причем он идентифицировал что перед ним елизавета а елизавета конечно не знала кто это такой но что интересно между ней и вот этим молодым чиновником начинается переписка переписка в которой елизавета рассказывает ему о каких-то подробностях своей жизни то есть она играет с ним фактически она пытается вести его в заблуждение это уже потом после их встречи она сама стала писать от имени некой Габриэла так она представилась ему то есть вот что это такое вот что это за поведение может быть это и была определенная попытка елизаветы почувствовать себя вот этой свободной ласточкой свободной женщиной свободной от каких-то протокольных обязанностей двора когда она может абсолютно не думая о каких-то соблюдениях именно придворных порядков писать то что она действительно хотела бы написать некому мужчине но тем не менее исходя даже из этой приписки можно сделать вывод что она действительно была очень впечатлена этим молодым человеком как именно мужчиной при этом надо сказать что в отсутствие императора императрица сама Елизавета вела обычную жизнь это длительные походы в самые отдаленные районы и многодневное плавание по средиземноморью на своей яхте Мирамар ее фрейлины и ее знакомые греки составляли ей компанию развлекали произведениями древних авторов а также французской английской литературой Елизавета очень серьезно отнеслась к изучению древнего и нового греческого языков и по словам современников она говорила по-гречески намного лучше чем все германские королевы Греции среди прочего она переводила на греческий язык пьесы Шекспира по словам ее очень близкого человека писателя греческого Константинеса Христоманоса Греция стала домом ее души в 1888 году у нее на плече даже была вытатуирована картина якорь потому что она очень любила все то что связано с морской темой с средиземноморьем и когда об этом узнал кайзер Франс Йозеф он сказал следующее что это очень оригинально и совсем не страшно но опять-таки же вот что это такое это попытка пойти по пути некой экстравагантной моде это попытка стать свободной что это такое для императрицы сделать татуировку на своем плече удивительное действие но вот это свободолюбивая абсолютно необъяснимая Елизавета Австрийская конечно нам надо отметить очень важное деяние Елизаветы в контексте вопроса связанного с Венгрией одним из немногих видов политической деятельности императрицы были ее усилия по достижению соглашения с Венгрией которое она достаточно энергично осуществляла с 1867 года вопреки воле своей свекрови эрцгрицогине Софии и значительной части двора Венгрия восстановила свою конституцию в 1848 году 8 июня 1867 года император Франц Йозеф и императрица Елизавета были коронованы как король и королева Венгрии в церкви Святого Матиша и значит в соответственно в Будапеште и затем уже коронацию провел архи... да, и коронацию провел тогда архиепископ Гранский и принц Примас Венгрии Янош Симор при этом надо отметить что Елизавете очень не понравилась тогда вот вся эта излишняя пышность венгерской коронации ей хотелось абсолютной простоты ей хотелось быть простой абсолютно незамысловатой неотягощенной необходимостью исполнять вот эти вот высокие обязанности но тем не менее Венгрия имеет очень большое значение в жизни Елизаветы потому что она выучит венгерский язык она будет очень живо интересоваться жизнью простых венгров ее фрейлинами будут дамы именно венгерского происхождения и она сделает очень многое для того чтобы фактически вот эту землю венгерскую которая была очень крайне негативно настроена по отношению к Австрии в контексте ситуации с подавлением восстания в 1848 года уже непосредственно расположить к Австрии поэтому собственно Сиси она и раньше еще в 50-е годы 19 века с мужем не случайно поехала и взяла детей в Будапешт это конечно очаровало абсолютно венгров увидеть молодую цветущую сияющую императрицу а вот тут еще во время коронации конечно мужчины представители аристократии венгерской были просто в восторге от нее от ее красоты и венгерское правительство подарило тогда императорской фамилии замок Гёделё он был подарен венгерским народом по случаю коронации и в последующие годы стал очень популярным местом настоящим убежищем для императрицы Елизаветы и вот там она проводила большое количество своего времени когда она находилась именно в Венгрии Елизавета выучила как я уже сказал венгерский язык и предпочитала выбирать венгерских придворных дам включая графиню Марию Фештитиш вот именно она графиня Феститес де Торна жившая с 1839 по 1923 годы станет одной из ближайших подруг Елизаветы на протяжении всей ее жизни с которой она могла делиться всеми своими жизненными проблемами и тайнами в 1864 году также одной из ближайших подруг Елизаветы становится венгерская графиня Ида фон Ференци в 1868 году уже граф также венгерского происхождения Франс фон Нопеса фон Фесс Сесвек он становится обергофмейстером императрицей с 1868 по 1894 годы он в этом высоком статусе при этом надо отметить что когда он был уже лишен по возрасту попросился на пенсию то ему оставили даже его апартаменты в императорской резиденции в Хофберге то есть чтобы мы с вами понимали какое это высочайшее было уважение расположение ко всему венгерскому со стороны уже непосредственно Елизаветы и ее супруга и конечно же колоссально большое значение Елизавета в политическом именно отношении сыграло именно в контексте уже провозглашения именно Австро-Венгерской империи потому что изначально название было Австрийской империи но чтобы подчеркнуть вот именно это определенное высочайшее отношение к Венгрии и к тому же это все было в контексте исторических обстоятельств потому что Австрия тогда проиграла войну с Пруссией и уже политическая внешняя повестка шла в контексте Балканского региона и не случайно Австрия и становится Австро-Венгрией чтобы подчеркнуть вот этот такой дуализм определенный политический и очень высокое положение Венгрии в контексте вот этой большой монархии и конечно же в рамках вот именно этих политических процессов очень большую роль сыграет венгерский граф Дьюла Андраша вот к нему мы должны также обязательно обратиться граф Дьюла Андраша он жил с 1823 по 1890 годы это премьер-министр Венгрии с 1867 года с того момента как Австрия становится именно Австро-Венгерской империей сам он был ближайшим другом императрицы и тем человеком который ее по-настоящему просто покорил как мужчина она действительно была ну если не влюблена то во всяком случае она была под впечатлением от его красоты от его галантности потому что это был человек который в силу политических причин Венгрии он был вынужден некоторое время жить во Франции он был человеком блистательно абсолютно владеющим французским языком очень галантным вежливым обходительным и он поразил абсолютно тем самым Елизавету которая была еще раз подчеркну чрезвычайно впечатлительной и вот это вот соответственно все сказалось и поэтому она очень просила своего супруга Франца Йозефа чтобы именно с графом Андраши в политическом отношении было все очень достойно и чтобы именно он стал первым премьер-министром уже Венгрии которая восстановила свою конституцию 1848 года благодаря также стараниям Елизаветы то есть она сыграла колоссально большую роль в именно оформлении Австро-Венгерской империи и для обретения Венгрии вот этого внутреннего определенной суверенности в рамках вот этой большой Австро-Венгерской империи и конечно же это тот факт что она знала венгерский язык очень интересовалась венгерской культурой это все также помнили на протяжении всей жизни Венгрии поэтому к ней относились с большим уважением кстати хочу обратить ваше внимание что когда в 1890 году скончался граф Андраши Елизавета тогда написала что я потеряла последнего своего друга вот понимаете это тоже очень интересная информация к размышлению 1890 год у нее все в порядке с ее супругом Францем Йозефом он рядом казалось бы находится и может находиться но она не хочет находиться рядом с ним не хочет быть при венском дворе а когда скончался Андраши она говорит что я потеряла самого своего последнего близкого друга вот понимаете ли какая это интересная и такая вот очень необычная особа что было в ее голове в тот момент когда она это писала при этом надо отметить следующее обстоятельство связано с Елизаветой Австрийской которые также характеризуют ее личность я уже сказал о том что ее родители как и мать так и отец они были теми людьми кто любили верховую езду и поэтому с самого раннего детства Елизавета была отличная и смелая наездница она освоила все дисциплины в боковом седле она сама ездила на всех своих лошадях в Вене она регулярно тренировалась в значит в выездке в испанской школе верховой езды после чего она совершала обширные быстрые поездки по пересеченной местности Венгрии и вот в частности в этом замке Гёдзю-Лё она часто была в сопровождении графа Николауса Эстерхази де Галанта тоже такой очень известный аристократ венгерский ее друг именно по конной езде и также английский известный наездник Уильям Миддлтон был тем человеком который вместе с Елизаветой очень часто был на коне и она ездила в Великобританию в Ирландию вот собственно говоря общалась там с ним ездила на лошадях ее это было ей это было все очень интересно ее это очень увлекало в 1874 году она впервые отправилась на охоту на лис на английской земле между 1876 и 1882 годом она несколько раз путешествовала по Англии с большой свитой и рядом хороших охотников чтобы принять участие в охоте на английских лисиц но вот тогда правда она отказала встречаться королеве Виктории она не хотела вот этой всей протокольной составляющей она хотела заниматься исключительно вот своим любимым делом и потом надо сказать Виктория очень обиделась на это и когда шла речь в общем-то о том чтобы тоже там провести одну встречу протокольную но Виктория уже отказала именно с австрийским двором взаимоотношения в этом смысле каких-то теплых не сложились Елизавета была одной из самых известных егерей своего времени ее за это почитали любители охоты и в Англии и в Венгрии и в Ирландии и надо сказать что помимо еще верховой езды ее также увлекало фехтование при этом как я уже сказал особенное место в ее жизни занимали стихи и значит еще с юности она любила писать эти стихи свое первое стихотворение она написала в 15-летнем возрасте еще в 1852 году это стихотворение появилось не так давно кстати на аукционе в мае 2018 года и также вот было продано стихи играли центральную роль в жизни Елизаветы став уже взрослой женщиной она вела поэтический дневник в плохие времена она выражала свои чувства в стихах это ей порекомендовала румынская королева Елизавета Цувит супруга короля Кароля первого румынского она была известной писательницей и творила под именем Кармен Сильва это был такой ее псевдоним Елизавета восхищалась поэтом Хайнрихом Хайне которого во время уже в то время не было и она очень интересовалась его жизнью она даже навстречалась с членами его семьи чтобы о нем получше узнать чтобы мы опять-таки же понимали насколько это была увлеченная культурой женщина она знала наизусть длинные отрывки из Хайнриха Хайне а также занималась изучением жизни поэта которого ценила и как литературного деятеля и мыслителя она чувствовала себя его ученицей и верила что учитель диктует стихи ей на перо однажды она даже рассказала дочери Марии Валерии что Хайне явился ей во сне творчество его повлияло на нее самым серьезным образом и когда во время нарастания антисемитских настроений она выступала за возведение памятника Хайне в его родном городе Дюссельдорфе вот тем не менее она достаточно была раскритикована кстати хочу отметить что вот этот памятник Хайне который был построен ей возведен ею в Ахелионе в Греции он будет потом последствия уже германским кайзером Вильгельмом вторым оттуда убран потому что он купил Ахелион после уже Елизаветы Австрийской и вот не нравился ему Хайне исходя из его еврейского происхождения также я хочу отметить такой момент что Елизавета конечно же была тем человеком который был абсолютно сконцентрирован на своей на своем внутреннем на своем внешнем виде вот это было для нее очень важно потому что с самого детства она понимала вот эту свою природную привлекательность и потом впоследствии она видела и ощущала как люди ей делали комплименты как мужчины очень многие конечно к ней в этом смысле благоволели и она сделала очень многое для создания фактически настоящего культа красоты своей персоны вот я бы так сказал в частности мужчины и женщины того времени восхищались красотой Елизаветы но в равной степени их привлекало ее изящество харизма и таинственная аура окружающую императрицу Елизавета считалась одной из самых красивых женщин своего времени и прекрасно это осознавала забота о красоте занимала большую часть ее ежедневной рутины Елизавета особенно гордилась своими густыми волосами опередив свое время она следовала настоящему культу тела много занималась спортом и очень тщательно следила за своей фигурой с помощью строгих диет и тугих корсетов она сформировала осиную талию в 46 сантиметров и стала иконой моды при своей жизни в отличие от других женщин своего времени Елизавета категорически отказывалась от яркого макияжа придавала большое значение естественности только ее шевелюра была сбрызнута душистыми эссенциями то есть мы с вами понимаем насколько она была нетипична вообще для женщин даже своего времени вот собственно тем что она так тщательно следила за собою она фактически голодала для того чтобы быть вот такой именно худенькой миниатюрной стройной но это сказалось и на ее здоровье у нее стали появляться проблемы с желудком и вот именно желудочная боль это тоже станет одной из ее таких вот сопутствующих проблем и это тоже повлияет во многом и на ее психологическое здоровье это тоже надо иметь ввиду потому что вот эти вот проблемы желудочно-кишечные они отражаются и на психологическом состоянии человека три часа каждый день уходили на укладку ее волос при этом надо отметить что значит у нее был мастер который занимался ее волосами эту даму звали Фани Файфалик она жила с 1842 по 1811 годы это личный прихмахер императрицы в течение 30 лет она работала у нее и несмотря даже на то что она вышла замуж а замужним женщинам по протоколу австрийского двора нельзя было именно служить императрице так вот было сделано исключение и Франциска Файфалик она как раз таки продолжила после своего замужества служить императрице и при этом надо что еще интересно отметить она иногда даже она была очень похожа на Елизавету и даже иногда ее принимали за саму императрицу это случилось в Марселе в 1895 году ее даже стали приветствовать на то Елизавета настоящая отметила что как бы что поделать такое тоже иногда случается а иногда даже она и просила саму Файфалик чтобы та заменила ее в частности это было в 1885 году в Смирне когда она попросила ее объехать город на торжественной лодке потому что сама Елизавета как я уже сказал она стеснялась вот этих всех ей тяготило очень протокольные мероприятия поэтому если ее кто-то мог заменить вот в частности Файфалик почему почему бы и нет значит императрица заметила так да надо отметить что императрица она значит фактически культивировала вот именно свой этот образ в контексте прически потому что Файфалик она значит вела такой стиль определенный он назывался протестантская прическа то есть фактически это такая корона из волос на голове при этом надо сказать что мытье волос обычно длилось целый день производилась каждые три недели новыми эссенциями предпочтительно коньячной и яичной Элизабет могла рассердиться если парикмахер показывал ей расческу с выпавшими волосами поэтому вот Файфалик она прикрепляла специальную ленту к внутренней стороне фартука чтобы скрыть выпавшие волосы из-за сильного физического сходства как я уже сказал вот этих двух женщин иногда даже Файфалик она ее вот соответственно замещала подменяла была таким своеобразным двойником по случаю своей свадьбы Елизавета получила бриллиантовые звезды вот о которых я уже сказал в качестве украшения для волос которые она могла носить по отдельности или собрать вместе в виде тиара звезды имели 8 или 10 точек и были около 3,5 см в диаметре куполообразные и богато украшенные крупными бриллиантами и некоторые даже жемчугом они были изготовлены в различных ювелирных и в ювелирных мастерских и вот собственно вот знаменитый портрет Винтерхальтера он собственно где Елизавета изображена с вот этими вот соответственно звездами стоматологический уход также имел очень большое значение в жизни Елизаветы у нее был свой зубной врач его звали Альфред Зотир он жил с 1833 по 1902 годы и он также помимо нее еще лечил императрицу Аугусте Викторию это супругу кайзера Германии Вильгельма Второго Елизавета тратила большие суммы денег на содержание и уход за своими зубами регулярно осматривал стоматолог ее зубы некоторые из из его счетов фактур хранятся сегодня в государственном архиве Австрии из этого мы можем сделать вывод что действительно это были большие суммы которые шли на соответственно его лечение императрица получила от Раймунда Гюнтера различные товары для ухода за зубами для очистки зубов такие как зубные щетки зубной порошок ее также лечили в течение четырех лет знаменитый американский дантист Беридж и придворный дантист Жигмонди хотя ходили случаи что императрица носила зубной протез о чем можно найти запись в отчете по уже вскрытию ее тела после смерти в 1898 году также императрица Елизавета известна своей диетой она ела сравнительно мало поддерживала постоянный вес своего тела с помощью апельсиново яичной и молочной диет соленых сырных яичных белков вместо обеда и иногда мороженого она любила бульон из телятины ее вес проверяли три раза в день и вносили в специальный список при росте в 172 сантиметра ее вес почти никогда не превышал 50 килограммов поэтому на протяжении всей взрослой жизни у нее был недостаточный вес в 17 килограммов также точно измеряли сокружность ее талии бедер и икры во время своего охотничьего пребывания в Англии в 1878 году императрица сообщила своей лучшей подруге графине Иде Ференсе в письме через свою фрейлину Марии Феститич в значит следующее что теперь у нее огромный аппетит и она ест так много что она лежит на диване как удав в результате лечения голоданиями появились голодные отеки чтобы сохранить молодость лица она наносила на лицо прессованную говядину на ночь то есть это вот тоже очень такой интересный способ сохранения своей красоты на тот момент он был достаточно широко распространен кстати хочу обратить ваше внимание на то что до сегодняшнего дня если мы путешествуем бываем в Вене там продаются лепестки фиалок в сахаре вот это то что стало также культивировать Елизавета то есть соответственно чтобы не есть какое-то большое количество сладкого засахаривались вот эти вот лепестки фиалок которые там несколько таких лепестков она позволяла себе только лишь в течение дня употребить и кстати что интересно также измеряли икры ее ног и вот в частности однажды когда у нее был визит во Францию и она там встречалась с императрицей Евгению с супругой Наполеона Третьего к большому удивлению их супругов выяснилось что две женщины заперлись в комнате и измеряли друг другу икры ног вот как раз таки Елизавета Австрийская и Евгения императрица французов они были первыми модницами красавицами Европы и в каком-то смысле даже конкурентками вот именно в этой так скажем красоте тогда значит большое внимание Елизавета уделяла гимнастике для поддержания фигуры и из-за внутреннего неспокойствия она каждый день отправлялась в длительные походы и достаточно быстрым темпом и поэтому фрейлины за ней фактически бежали она до 15-18 километров проходила каждый день и вот представьте себе состояние вот этих вот фрейлин которые должны были в длинных платьях за ней бегать вот в течение фактически всего дня а также специально в тех помещениях где она находилась где она жила эти помещения были обустроены различными тренажерами с кольцами брусьями и гантелями оборудование для гимнастики до сих пор можно увидеть в замках в залах дворца императорского Фолбурга это сейчас там это все представлено в музее императрицы сиси кроме того Елизавета провела многочисленные курортные процедуры лечения в самых известных европейских городах например императрица шесть раз останавливалась для лечения в Бат Гаштайне с 1886 по 1893 годы в Бат Киссингене при этом она очень полюбила Бат Киссинген также в последний раз она вот именно приезжала на такие водные курорты незадолго до своей смерти в 1898 году и надо отметить что вот этот культ красоты он конечно сопровождал императрицу на протяжении фактически всей ее жизни это было что-то абсолютно удивительное потому что никто из ее предшественниц и даже никто фактически из ее последовательниц вот в статусе супругов императоров или там королей и так далее европейских еще очень долгое время не будут так культивировать именно вот эти все формы определенного поддержания своего эстетического высокого положения как именно это дело Елизавета Австрийская то есть мы с вами можем сделать какой здесь вывод это была конечно безусловно очень эгоцентричная личность она очень следила за своей красотой и она на протяжении всей своей жизни была в каком-то даже смысле заложницей вот того образа вот этой принцессы молодой баварской которая такая красивая эффектная которую влюбляются и так далее то есть она если на на что-то зацикливалась вот она на протяжении очень долгого времени могла быть этому верна но красота для нее была ее по-настоящему какая-то не просто даже необходимость для ее жизни в ее статусе нет это была некая какая-то ее личная необходимость вот для нее самой это было очень важно выглядеть как раз таки безупречно и в этом отношении конечно она очень здесь сходна со своим двоюродным братом Людвигом вторым королем Баварии который также отличался тем что ну в общем-то это был тот человек который тщательно продумывал вообще как он должен выглядеть на публике как он должен говорить как он должен даже ходить то есть в этом отношении конечно вот не случайно Елизавета она на протяжении своей жизни очень не с многими людьми была близка вот по-человечески только с Людвигом вторым Баварским они встречались на этом знаменитом Розен-Инзель на Штарнбергском озере где прошло их детство они друг другу звонили в колокол слыша который каждый из них понимал что значит один зовет другого навстречу и приезжал со своего стороны со своей стороны Штарнбергского озера на вот соответственно этот Розен-Инзель и там вот они беседовали очень многое время о музыке Вагнера и так далее но вот чтоб мы с вами понимали вот такая была очень непростая эта жизнь женщины которая на самом деле была поражена большим количеством фобий во-первых самым таким трагическим вторым эпизодом ее жизни стал 1889 год когда ее сын единственный сын Рудольф покончил жизнь самоубийством будет отдельная лекция посвященная этой трагедии поэтому еще конечно все эти подробности будут освещены мы с вами это разберем но чтоб мы с вами понимали насколько это действительно сложно и непросто пережить смерть ей была одного своего ребенка в совсем молодом возрасте когда ей было 20 лет и уже другого своего ребенка сына Рудольфа и она очень винила винила себя а ей на тот момент когда скончался Рудольф было всего 52 года что она виновата в этом потому что она была тем человеком той плохой матери которая не досмотрела за ним не передала ему ту любовь и внимание которые могли бы ему как-то помочь в жизни и может быть этой трагедии бы не случилось то есть опять же она себя винит за смерть сына Рудольфа поэтому она уезжает в 1890 году на остров Корфу и фактически на протяжении очень долгого времени отсутствует в Вене она живет на этом острове в своем дворце Ахелион и там она фактически уединяется уединяется вместе со своими приближенными в частности с Константинесом Хризастоносом это один из греческих авторов очень таких талантливых людей которые учат ее греческому языку и вот собственно в окружении этих людей она как бы забывается фактически она забывается уходит в какой-то другой мир но тоже на некоторое время потому что и там в этом Ахелионе ей неспокойно и она хочет и оттуда уйти то есть вот понимаете вот эта проблема какой-то внутренней мятешности внутреннего неспокойствия тех проблем которые ее внутренне съедают она не чувствует себя спокойно ни на одном месте вот казалось бы Вену она упрекала за то что это город чопорный холодный с протоколом с ужасными людьми которые вечно требуют от нее что-то и так далее и потом это связано с тем что все-таки она так не была принята тепло двором перед грицогиней Софией матери Франца Йозефа потом все-таки какое-то отчуждение от самого Франца Йозефа которого она начинает избегать хотя изначально она в него была влюблена понимаете но тем не менее вот она нигде не может найти покоя она неспокойная вот это какая-то свойственность человеку мечущему человеку неспокойному из-за того что она живет в каких-то переживаниях вот переживание ее жизни становится для нее катализатором вот этого жизненного какого-то неустройства психологического неустройства поэтому она пытается фактически последние годы своей жизнью до своей смерти в 1898 году она пытается как будто себя до изнеможения довести вот даже такое складывается впечатление то есть представьте себе она недоедает она недосыпает она ходит каждый день по 7 по 8 часов вот эти бесконечные свои прогулки фрейлины за ней не успевают она меняет постоянно место своего пребывания она фактически отказывается от того чтобы фотографироваться даже вот если мы с вами посмотрим на те тот период ее жизни после смерти герцога Рудольфа ведь она фактически всегда в черном она не позирует больше фотографом она во-первых не хочет чтобы ее видели старой для нее это тоже очень большая большая проблема хотя те люди кто ее видели на тот момент ее фрейлина они говорят о том как она замечательно выглядит она прекрасно абсолютно сохранилась но тем не менее она она считает что она уже не в той лучшей форме ей уже под 60 лет и она видит что определенные изменения в ее теле произошли и в этом смысле это опять-таки же вот эта самая какая-то внутренняя психологическая фобия она себя истязает вот этими даже физическими нагрузками уже казалось бы будучи человеком в достаточно уважаемом возрасте и она вообще-то была тем человеком вот иногда даже очень страшно странно представить себе что можно видеть вот представителей монаршего какого-то двора человека который изначально думает о том чтобы его похоронили не в какой-то вот специальной усыпальнице для него построенной может быть им самим и так далее а где-то в таком казалось бы совсем неприметном месте ведь у Елизаветы у нее появляется желание чтобы ее похоронили на острове Корфу вот недалеко от ее дворца Ахиллион который она так любила но к большому сожалению вот эта мечта не сбылась произошли следующие очень трагические обстоятельства в 1898 году Елизавета 16 июля она останавливается в Бат на Ухайме откуда начинается ее одна из таких вот последних ее страниц путешествий и в сентябре в 1898 года она приезжает в Женеву 10 сентября в 13 часов 30 минут она находится в самом центре Женевы и становится жертвой анархиста который ее убивает вот так вот происходит в жизни и по сути дела вот эта вот мечта мечта какого-то ухода из жизни вот этой невероятно красивой женщины которая так следила за своей красотой за своей эстетикой но при этом такая несчастливая в каком-то человеческом отношении после смерти одного ребенка другого ребенка хотя у нее казалось бы много родственников много детей много внуков у нее уже даже правнук родился ей 61 год у нее уже правнук родился но при этом она она как будто добровольно хочет уйти из жизни как будто она ищет эту смерть и вот собственно в книге Елизавета Австрийская Эгон Цезар Конте Корти он об этом тоже пишет что на основании тех материалов которые сейчас есть действительно получается так что Елизавета как будто она искала искала эту смерть она хотела уйти из жизни ей уже эта жизнь была не мила и конечно чтобы остаться в памяти людей вот этой вечной красавицы и чтобы избавить себя от вот этого мучения делать то что ей не хочется будучи в статусе императрицы Австрийской и Луиджи Лукени вот этот итальянский анархист который ее убивает на самом деле ему было все равно кого убить потому что это был человек который был антимонархически настроен он хотел вначале убить герцога из французской королевской фамилии который приехал тогда в Женеву но вот поскольку оказалась Елизавета в Женеве он прочитал что императрица живет значит в Женеве узнал в каком отеле и собственно он ее подкараулил и нанес ей вот этот вот смертельный удар в самое сердце заточенным значит заточенным ножом очень таким причем тонким который даже удар вначале даже и не поняли те люди которые тогда сопровождали Елизавету и она сама не поняла потому что когда он ее пронзил этим лезвием она вначале упала но потом она поднялась она стала сразу проводить себя в порядок вот тоже понимаете какая ситуация она стала сразу проводить в порядок свою прическу свою шляпку поправлять она дошла вот несколько десятков шагов до яхты своей и дальше там уже она фактически упала на руки тех своих фрейлин которые ее окружали и только когда стали расстегивать ее значит платье было обнаружено на груди маленькое пятнышко это была та кровь которая стала сочиться из вот этой вот раны которая была в самое сердце значит в это рана в самое сердце которое ей поразил вот этот Луиджи Лукени конечно это было абсолютным потрясением для Франца Йозефа это было огромным потрясением для всей монархии австро-венгерской кстати венгры очень были потрясены убийством Елизаветы и тогда даже каждый дом венгерский имел черную ленточку около своего двора это конечно было вообще без прецедента ничего раньше никогда не было то есть вот эта дама которая вошла в историю своей красотой своей вот этой такой абсолютной естественной нежностью открытостью отровенностью она ушла из жизни в это невозможно было поверить потому что ее тепло ее внимание к людям конечно покоряло был даже такой случай когда однажды она держала за руку человека военного которому должны были ампутировать руку вот она она была с ним в тот момент когда ну вот по сути дела эта операция уже закончилась то есть он сказал что я вас прошу я соглашусь на эту ампутацию если вы будете рядом со мною в этот момент и вот когда он открыл этот военные глаза рядом с ним была императрица Елизавета вообще это удивительно она посещала госпиталя где люди лежали с холерой то есть за что ее очень упрекал Франц Йозеф Первый который боялся за ее здоровье он ее очень сильно любил но тем не менее понимаете вот вам какая Елизавета Австрийская вот эта искренность это желание жить по человеческим каким-то таким вот правилам быть ближе к людям она так тяготилась своего статуса тяготилась своих обязанностей высоких но тем не менее понимаете ли вот она вошла в историю как в большей степени вот та самая Си-Си романтизированный образ который был создан кинематографом австрийским уже в 50-е годы 20-го века когда вышла трилогия посвященная ее жизни с Роми Шнайдер а хотя надо сказать что самые первые экранизации ее жизни происходили еще в 1920-х годах вот тогда вышла тогда значит вышел фильм посвященный императрице причем кадр один из этого фильма императрица на смертном адре стал фактически потом последствий туристической открыткой и только вот недавно исследователи пришли к выводу о том что это абсолютно такая вот новость значит что это не соответствует действительности этого не было что это такая исключительно театральная составляющая а вот Лил Даговер актриса немецкая она первой сыграла императрицу в кино это было в 1931 году когда вышел фильм одноименный Елизавета Австрийская то есть чтоб мы с вами понимали вот эта фигура она уже в контексте своей жизни стала легендарной стала мифологической в каком-то уже смысле столько различных историй было о ней рассказано и сказано и вот соответственно ее такой драматический уход из жизни конечно же во многом спровоцировал то что вот этот большой интерес к ней к ее жизни стал конечно колоссальным и потом впоследствии очень много экранизации было сделано посвященной именно Елизавете Австрийской и очень много музеев посвященных ею и также большое количество памятников также ею значит ей посвящены в Австрии современной и вообще надо сказать что в этом есть определенный тоже политический мотивированный аспект потому что Австрия после Второй мировой войны она как раз таки во многом самоопределялась она определялась как страна нейтральная в своем именно статусе и поэтому вот такая фигура Елизаветы Австрийской как символа австрийской нации как вот Вальсе Штраус и так далее это все было очень в контексте как раз таки вот этого образца страны на международной арене поэтому когда мы сегодня путешествуем не случайно мы можем и видеть такое большое количество всевозможных сувенирных каких-то вещей продукции посвященных именно Елизавете Австрийской в частности вот есть различные отрытки которые можно увидеть они придаются в Австрии блокноты с изображением Елизаветы Австрийской то есть сегодня это символ Австрии это национальный символ современной Австрии человек легенда но мы во всяком случае сегодня приоткрыли некие стороны этой весьма примечательной дамы и конечно основные выводы которые мы можем с вами сделать наверное и вам самим может быть что-то уже стало понятно но я лишь опять-таки же подчеркну что вот исходя из того исследования что было приведено могу сделать такой вывод что конечно же она стала во многом такой какая она была вот этой весьма эксцентричной очень непонятной для многих людей живущих тогда в Австрии для многих своих родственников уж тем более для тех людей кто жили тогда при дворе окружали ее при дворе это конечно вот эти аспекты связанные со смертью ее дочери Софии и также со смертью ее сына Рудольфа в 1889 году который ушел из жизни очень трагически неожиданно совершенно и конечно же вот это есть то что она унаследовала от своих баварских предков вот это определенная такая генетическая предрасположенность к экстравагантному поведению к этим вспышкам эмоциональным неконтролируемым и во многом она и была такой потерянной и была такой несчастной не потому что по-настоящему вот она была несчастной а потому что она не смогла обрести вот это счастье исходя из того что были вот в ней эти определенные естественные заложенные еще на генетическом уровне вот такие вот психологические особенности она была эмоциональна и была чрезвычайно сентиментальна не спокойна это был определенный характер людей принадлежащие к фамилии Вительсбахов и вот ее эта особенность характера она была таковую и конечно же эта фигура до сегодняшнего дня она и остается загадочной может быть конечно же и на протяжении еще последующих каких-то лет будут всплывать новые подробности о ее жизни и мы конечно также об этом с вами будем говорить я надеюсь что вам было интересно узнать многое что такого примечательного из жизни вот этой дамы символа австрийской сегодня уже земли настоящей такой дамы представляющей из себя настоящую какую-то героиню значит любого любого туриста потому что любой человек который посещает Вену сталкивается так или иначе с всем тем наследием которое так или иначе связано с Елизаветой австрийской тем не менее я еще также хочу ответить на несколько вопросов которые также были заданы мне моими уважаемыми слушателями и мне очень приятно на самом деле что достаточно увеличивается количество тех людей которые также разделяют этот интерес с королевским фамилиям царствующим династиям и в частности Ксения Нови Сад спрашивает у немецкой аристократии дворянства предфамилией идет приставка фон унтцу есть какой-то порядок или правило в получении этих приставок почему кто-то просто фон а кто-то фон дэр цу да это очень хороший вопрос дело все в том что немецкая аристократия она имеет эту приставочку фон как определенное обозначение причастности к знатной фамилии и также есть особенность связанная с тем что если если вы являетесь представителем какой-то династии к которой еще привязана та или иная земля которая передается по наследству то вот вы уже являетесь обладателем этой титулатуры фамилии скажем вы можете быть князем как правило это фамилии княжеские или графские фамилии в статусе князи или графа в священной римской империи фон унт цу то есть означает что вы не просто дворянин но вы еще и дворянин обладатель определенной земли которая приписана к вашей фамилии которая имеет имперский статус либо графства либо княжества вот до сегодняшнего дня это сохранено в княжестве лихтенштейн и поэтому нынешний князь этой страны он фюрст фон унцу лихтенштейн и все принцы и принцессы этой фамилии они соответственно также носят такую титулатуру то есть они принцы и принцессы фон унцу то есть означает цу к принадлежность к определенной земле да еще также света спрашивает о том что говорят некие историки что семья Николая Второго спаслась осталась в живых так ли это на самом деле конечно есть различные спекуляции по этому поводу но во всяком случае исходя из тех данных которые сейчас уже есть убедительных нет уже никаких оснований сомневаться в том что останки которые были найдены в начале Николая Второго его супруги и детей за исключением Алексея и Марии настоящие но вот буквально недавно в 2007 году когда были найдены останки уже цесаревича Алексея и великой княжны Марии они также идентифицированы и было установлено что это также все члены одной семьи сейчас во всяком случае насколько я располагаю такой информацией останки цесаревича Алексея и Марии они находятся в Новоспасском монастыре в Москве это монастырь который является родовой усыпальницей бояр Романовых и поэтому видимо не случайно там эти останки сегодня находятся и также я надеюсь что в ближайшем будущем в перспективе конечно же цесаревич Алексей и великая княжна Мария они будут похоронены вместе со своими родителями и братьями и сестрами уже в Петропавловской крепости в родовой усыпальнице уже императорского периода дома Романовых также Светлана Ник спрашивает кто по национальности королева Максима Нидерландская она сама происходит из Аргентины Максима и среди ее предков люди разных на самом деле национальностей это и испанцы и немцы и португальцы поэтому говорить о том что у нее есть какая-то одна определенная национальность очень сложно конечно она аргентинка но с очень сильным таким вот именно испанским началом и кстати говоря с точки зрения если посмотреть вот опять-таки же если мы исследуем генеалогию то конечно там больше испанцев и причем среди ее предков это люди аристократического происхождения также испанского и также это люди связанные с большим и крупным бизнесом вот поэтому если у вас также еще есть ко мне определенные вопросы если вам что-то интересно из жизни королевских домов мира не только европейских но и может быть с каких-то других стран может быть даже более экзотичных я буду рад на них ответить это будет такая небольшая маленькая рубрика после моих лекций спасибо вам за внимание до сих пор здесь нет но и самое с не это не